здравствуйте друзья вечерний вопрос мне 21 год все в моей жизни хорошо если б не одна давняя история с 2012 по 2015 то есть 17 до 20 лет ему было я встречался с девушкой затем по моей инициативе мы разошлись так как у меня просто не хватало нервов на ее странные поступки сейчас бы я отреагировал на них по-другому но не тогда целый год же прошел конечно но не тогда например она могла пойти в бар ни слова мне не говоря сидеть там всю ночь затем сказать что она очень виновата этого больше не повторится но через месяц сделать то же самое пусть и не на всю ночь на этот раз истории было много они личные и не интересные но как итог отношения почти полностью состояли из негатива и не давали мне развиваться пришлось их прервать волевым усилим после этого моя жизнь стала заметно лучше я стал лучше учиться и не нашел и нашел работу но спустя год после расставания я решил восстановить общение не отношения мы несколько раз встречались в последней нашей встрече мы были достаточно близки хоть и не душами в итоге спустя несколько недель я узнаю что она встречается с кем-то другим в полном смысле этого слова и в первые секунды я даже испытал облегчение что все нет назад пути и эти мучения наконец закончатся редко были дни за последние четыре года чтоб я не они не думал в том или ином контексте но воспоминания и сильные эмоции связаны с ней вызывает сердце боль а в душе пустоту о как мозг говорит что ситуация решилась к лучшему и расставаться надо было гораздо раньше и уж тем более не восстанавливать отношения но сердцу не прикажешь или надо буду очень благодарен за совет или разбор ситуации со светланы так еще лучше с наилучшими пожеланиями павел вот такая друзья ситуация я только хочу сказать что конечно личные дела со стороны когда ты слышишь только одного человека и так далее это все настолько знаете туманно но я я могу сказать что вот мне видится но сами понимаете вот как бы достаточно отстраненно хорошо поедем поговорим хочу сказать что вопрос там как бы был сразу и камней и светлане но светлана сказала что она не чувствует себя в настроении и вообще что это правильно вот так издалека чью-то личную ситуацию разбирать то есть она считает что-то в принципе неправильно но поскольку вопрос заданный человек переживает и ждет ответы я конечно тоже считаю что очень не просто вот так со стороны но я тогда привлек сотрудников у нас в офисе у нас есть молодые женщины я вот им зачитал письмо и говорю девчонки а год вы как понимаете это дело и они мне сказали то чего я сам поначалу не не почувствовал они говорят понимаешь год миша эта девочка никогда не была в нем сильно заинтересована она с ним была но в той мере в какой не было лучшего допустим кого-то поэтому она ходила в бар может быть кто-то встретиться ходила без него потому что многие было не совсем до него она извинялась в том смысле что ну да вроде не хорошо и она как бы понимает что не хорошо но это не не ее человек то есть она понимала что это не ее человек она не нашла она ищет вот у нее сейчас есть другой молодой человек это не удивительно если молоденькая девочка ну что же почему будет ей не встречаться с кем-то серьезно но получается так что она вроде год прошел она с кем-то встречается она как бы и с ним получается встречается и и вот она она неопределившаяся она в каком-то поиске но безусловно для нее вот наш герой это не не ее герой вот так так можно сказать и никогда не был вот этой вот это очень важно он никогда не был ее героем поэтому у него и я считаю буду поэтому у него и всегда было тяжелое такое негативное восприятие того что проходить происходило он так не относился по-другому он он то это было это его девушка он он так не относился она его единственная он к ней относился серьезно она ему в сердце запала в душу запала он до сих пор понимаете вот такой впечатлительный он ранимый он четыре года из которых года никак расстались он каждый день о ней думает в том или ином контексте как он говорит да а она не очень о нем думает она может быть сама не знает о чем думает возможно так тоже но не они у конечно не они у них нет у них не сложилось такой пары хороший вот эта тяжесть которая у него было вот этот негативизм который там присутствовал все это время когда он еще он не мог развиваться он не мог развиваться потому что он в негативе находился у него сил не было ни на что вся его энергия была откачана оттуда потому что эти отношения не давали ему радости он от них что-то ожидал а отношения ему не давали а не давали они потому что у них вот не было не было взаимной вот этой вот энергетики понимаете это клика не было химии как говорят да вот где где эта химия вот этих отношений не было черемухи между ними Вот, собственно, и все Или, может быть, она была как бы односторонняя Но есть пары, где один человек позволяет себя любить А другой человек с этим соглашается Но это не то, что ему хотелось Его задевало, он тоже, как бы, почему бы его не любить, правда? Вот, поэтому я думаю так, что этих отношений никогда не было Он не может вернуть того, чего не было У него есть какая-то мечта о тех отношениях, которых не было И ему трудно расстаться с этой мечтой Потому что расстаться с отношениями... А с чем расставаться? Надежда была Было одностороннее отношение Вот, и он, значит, вот так односторонне относился У Акуджавы была песенка такая, знаете, там Грустная такая история, там Любви моей ты боялся зря Не так я сильно люблю Это женщина поет Мне было довольно видеть тебя Встречать улыбку твою Когда же ты уходил в другой Или вовсе был неизвестно где Мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде Потом плащ, потом гвоздь, на котором висел плащ Потом дырка от гвоздя, на которой висел плащ И так далее Понимаете, если человек как бы нормально воспринимает Вот это отношение дырки от гвоздя На котором висел плащ Любимого человека Там, или шляпа, что там висел Вот, то, конечно, нормально Ну, нормально, если устраивает Но его же не устраивает дырка от гвоздя Понимаете? Поэтому Что я думаю? Его зацепило И я же не психолог, понимаете? Я не знаю вот этих тонких механизмов Как оно цепляет Казалось бы, у него никаких оснований нет И он же сам понимает Он понимает, что это обременительные отношения Но его тянет туда Вот ведь как Ой Я не знаю, я очень сочувствую парню Я понимаю, что он впечатлительный И влюбчивый, понимаете? И ранимый И, в общем, все на месте Но вот Как-то так у него получилось Я думаю, что Я думаю, что Не открою никакого секрета И скажу, что время лечит То есть пройдет какое-то время И чем дальше, тем ему легче будет с этим расставаться И самое главное, что Как бы он все понимает Знаете, он абсолютно все понимает Другое дело, что Занятие какое-то нужно И чтобы это занятие Его выше было Вот из этого направления Мысли Вот это, я думаю, было бы неплохо Я знаю, что многие люди там скажут Что я не то говорю Но Я бы из своей практики И там многих других людей Я бы сходил вот Каким-то таким хиллером Которые так Вот здесь Здесь это очень принято Я не знаю Я, когда мы в СССР жили Там этого не было вообще Это было в ноль Были какие-то бабки Там что-то заговаривали Но такие вот хиллеры, целители В конце концов Есть там, допустим Мастер Рейки Все-таки Мастер Рейки Это не то, что ты себя там В газете написал Это тебе кто-то Тебя должны были посвятить Сходить к мастеру Рейки На сеанс Чтобы поработал Там как-то с энергией Я не знаю Где-то прицепилось К нему Понимаете? Где-то к нему Прицепилось И качает из него энергию Вот Поэтому Я бы безусловно Вот если бы со мной Такая штука была Или с кем-то достаточно близким Кто мне доверяет Я бы его просто отвел Я знаю людей Которые это делают У меня был случай Я могу рассказать Он странный Он необъяснимый Я не Понимаете? Простыми вещами Понятными Он необъяснимый Но Была такая история Что когда у меня Умер отец Сначала мама умерла А потом через несколько лет отец И когда умер отец Ушел отец У меня вот слева Над головой Где-то слева Дыра такая появилась И туда сифонило мою энергию Я прямо чувствовал Как это все происходит И к врачу не пойдешь Понимаете? Бред полный Ну куда пойти? И у нас тут есть Какое-то количество местных Таких хиллеров И вот есть Такая женщина Татьяна ее зовут Вот я пошел к Татьяне И она буквально там Ну сколько она со мной? Минут 5-10 Вот И Она говорит Да, это бывает Это вот там Как-то она по-своему Это объяснила Но Так она чуть-чуть Что-то такое поделала И прошло И вот я до дома доехал И уже все И уже не было этого И меня уже туда не сифонило И не вытягивало Поэтому Я думаю Что вот Вот такая какая-то материя Там присутствует Понимаете? Если мы будем отрицать Ее существование То мы так и будем Вот в этом ходить Но с другой стороны Как вам сказать? Да, да, нет, нет То есть если человек К этому чувствителен Он может сходить И попробовать Если он не чувствитель Если он сразу отверкает Ну не ходи И не пробуй Но поскольку вопрос Мне был задан Да То я бы Вот Я бы очень посоветовал Поскольку я видел Неоднократно Как это работает И на себе Тоже И испытал Поэтому Не знаю В общем вот Наверное вот так Не знаю Помогло ли мое рассуждение Ну я бы очень хотел Чтобы помогло И чтобы парню Как-то легче стало Вот Хотя мы все Конечно Те кто постарше Особенно Мы все понимаем Насколько Сложна эта материя Насколько В таких вещах Посторонние люди Не могут Особо ничего сделать Ну Просто могут Как-то Сказать Ну Не знаю Посочувствовать Ну как-то Поддержать морально Вот да Что тоже неплохо На самом деле Тоже дорогого Стоит Но очень Я думаю Что мы все Поддержим Парня морально И Если кто до конца Дослушал И хочет парня поддержать Ну Кроме комментариев Которые можно написать Поставьте лайк Пусть он видит Что у нас много лайков И они все ему Счастливо